Балашовский кризисный центр У меня было уже двое детей, когда я встретила человека, с которым мне показалось, возможно, будет совместная жизнь Он показал себя с лучших сторон, он заботился о детях, он играл с ними, он занимался с ними Он очень сильно простудился и заболел В связи с этим он потерял возможность зарабатывать, это сказалось на его психическом состоянии Он начал пить, соответственно, это были скандалы, срывы Начал всех перевоспитывать в алкогольном состоянии Позволял себе избивать старшего сына, меня Еще два года назад статья 116 Уголовного кодекса о побоях в семье Растворилась на просторах совместной жизни страны Домашнее насилие стало декриминализировано В Балашовский кризисный центр теперь едут со всей округи Те, кого уже не может защитить закон, а домострой угрожает их жизни За прошедший 2018-2019 год, это было примерно около 500 женщин Точнее говоря, 460, обратились за срочную социальную помощь Это были и женщины, которые пострадали от мужчин Это были и мамы, которые пострадали от действий своих даже детей Но они взрослые были Это были, ну там, ситуации были, когда женщину заставили продать свое жилье насильно Она оказалась без жилья и средств существования, это была пожилая женщина Мне кажется, что все-таки возрос процент именно обращающихся за именно в данном случае Вот, ну не только в кризисный центр, а вообще вот Из социальных служб мы часто слышим После декриминализации агрессор, если акт насилия совершает впервые Привлекается лишь к административной ответственности То есть штраф он должен оплачивать из семейного бюджета Поэтому жертвы вынуждены экономить на себе Законодатель, видимо, не учел, что такая тенденция происходит очень часто И люди не обращаются в административные порядки Не пишут заявления, не возбуждают административное производство И битье продолжается, насилие продолжается Сейчас при Совете Федерации и Государственной Думе Начала работу инициативная группа депутатов и сенаторов Куда входят Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Елена Вторыгина, Галина Карелова и Татьяна Касаева Вместе они готовят документ Закон о профилактике семейно-бытового насилия Сложность в том, что Конституция закрепила понятие неприкосновенность частной жизни А виды совместного проживания там вообще не учитываются Молодые люди могут жить в гражданском браке По юридическим терминам выражаясь, сожительствовать У них, кроме как отношений и поведения совместного хозяйства с точки зрения права-то нет А насилие бытовое может быть И оно встречается, мы с вами знаем Что очень важно еще сказать Вот в СМИ бытует мнение, что этот закон, он только направлен на защиту женщин Это не так Этот закон направлен на защиту и детей, и престарелых членов семьи Всех тех, кто не защищен Адвокат Елена Сергун считает, что создание нового закона по части семейных побоев Это путь сложный, а реализация его в реалиях нашей страны изначально под сомнением Есть гораздо более простое решение Если государство в косвенном виде провоцирует так называемый домострой Это не признак цивилизации, это не признак высокого уровня развития государства Это скорее скатывание назад в мракобесии Просто это надо вернуть статью 116 Потому что ведь что получается И так жертва насилия в силу психологических особенностей Она с большим трудом, превозмогая себя, идет и обращается в полицию Полиция, которая и так у нас не склонна принимать какие-то активные меры В защиту жертв домашнего насилия даже при наличии 116 Попробуй воспутить это уголовное дело Крайно тяжело это участковые, которых не хватает, уровень нету И так далее, масса других проблем Так получается у нас что? Ей нужно пройти сначала административное наказание Для того, чтобы этого человека привлекли И только потом возникает возможность его привлечения к уголовной ответственности Но ведь что получается? У нас существует наряду со 116 прим, который ввели, когда нанесение побоев лицом Подвергнутым уже административным наказанием У нас ведь есть статья 117 Это истязание Но и статья 117 предполагает систематические побои То есть получается, для того, чтобы мы систему показали У нас что, административное не в счет? То есть получается, что женщине слишком долго надо ходить с синяками Слишком большие риски с точки зрения жизни и здоровья на себя надо брать Для того, чтобы в конечном счете защитить себя как жертву вот этого семейного насилия Ряд СМИ, в том числе и федеральных, писали о том, что будет введено понятие охранный ордер Запрещающий приближаться к жертве насилия на 10 метров А также возможное выселение агрессора из жилища Этот вопрос задается достаточно часто Об охранных ордерах Мы вообще понятие охранный ордер не планируем Так скажем, вводить А планируется ввести такой термин, как охранное предписание Сейчас действительно идет дискуссия, нужно это или нет Эксперты высказывают разные мнения Кто-то говорит о том, что надо вводить обязательно, потому что жертву надо, ну, как-то изолировать от вот этого, так скажем, нехорошего члена семьи, который всех третирует С другой стороны, мы понимаем, что реальность, она у нас такова, что, ну, если мы возьмем какой дальний наш населенный пункт Ну, куда там выселять этого, так скажем, дебошира На мой взгляд, закон должен быть живой, не мертворожденный Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик с принципом дистанцирования жертвы согласна Но главным оружием в борьбе видят переход семейной тайны о побоях в публичную плоскость Я за то, чтобы, конечно, ввести ограничительные меры и ограничить доступ к этому человеку, соответственно Ну и, соответственно, вот у нас самая большая проблема заключается в том, что многие жертвы бытового насилия, они не жалуются То есть это систематически происходит, но они боятся пожаловаться, потому что боятся за свою жизнь, за свое здоровье Они, как таковые, ну, наверное, боятся осуждения со стороны иных лиц И поэтому, к сожалению, мы узнаем о том, что в семье существует такое насилие Только когда либо уже человек находится на грани жизни и смерти, когда ему нанесены уже довольно значительные, да, ущерб его здоровью Либо когда вообще произошел несчастный случай и все это повлекло за собой там даже смерть в нередких случаях человека, да А чаще всего жертвы бытового насилия не пытаются как можно дольше все это скрывать Сенатор от Саратовской области Людмила Бокова считает, что закон о профилактике семейного насилия должен пройти сперва множество фильтров В лице экспертов от ГУВД, психологов и юристов В конечном итоге, конечно же, нужно, во-первых, реально представлять картину масштабов насилия Потому что приезжают и регионы, и правоохранительные органы имеют свою определенную статистику И, на мой взгляд, конечно, нужно очень взвешенно, очень разумно отнестись к тому, чтобы еще хуже не сделать той жертве, которая, собственно говоря, оказалась увлечена в насилие У рабочей группы есть время до декабря текущего года Именно в этот период Совет Федерации ждет у себя проект «Законы на столах» для подробного рассмотрения Продолжение следует...